Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия, на нем накидка какая-то, как из тумана. Хорошо. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Павла в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Павла поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы прессуем Павла, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Накидка как тюль, сними, пожалуйста. Хорошо. Даю команду, скэнер, скэнер, просканируй Павла, отключи, сними эту накидку. Вместе с накидкой выходят все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы и подключки. Пошел процесс. Накидка выходит вместе со всеми подключками и отправляется потом в клетку-тюрьму. Да, готово. Хорошо. Павел, вы слышите меня? Слышит. Нам нужно ваше разрешение на работу. Да, я. Я даю команду. Насчет риск, скэнер, 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 пространство над головой Павла, под ногами, 37 тонких тел Павла, находит все. У него бес, у него джин, сукоп, дракон, синий и гуманоид. Чья накидка? Надо ответственным клеткой, загорается. Сукоп. Все знают, где не находится. Вы находитесь на чистке. Сейчас мы будем все доставать, все аннулировать, все расторгать. Делать реверс энергии, вы будете отвечать на все вопросы. Кто не будет отвечать или будет отвечать неправду, тот будет наказан на своей чистоте. И может уже никуда не уйти. Итак, начинаем с реверсной энергии. Я даю команду тонкой копии Павла спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкую, обратиться к ним. Выстраивая прямой канал к накидке и реверсом отдаем весь негатив, который Павел получил от нее. Пошел процесс. Итак, гуманоид, откуда ты? Сириус. Сириус. Кто ты? Ловец. Ловец душ. Не только душ. А чего еще? Все, что можно украсть? Да. Энергии, ДНК, биоматериал. И сколько ты уже забрал у Павла энергии? Насколько его душа легче стала? Сколько раз ты отправлял биоматериал? Две копии. Две копии. Понятно. Хорошо. Сколько ты находился в этом биополе? Больше пяти лет. Хорошо. Обращаюсь ко всем, у кого есть контракт с Павлом. Ни у кого? Ни у кого. Но у него почему-то к этой накидке идет еще что-то. Как руки у него связаны. И энергия идет к накидке. Я сейчас не совсем понял. Это какой-то артефакт или что это? Что там связано? Я не знаю, что это. От накидки, да? Ну, она как энергетически светлая. Такая же, как накидка. От рук идет, тянется к нему. Но это не контракт. Магия может. Хорошо. Сукуф, что это такое? Ты сам пришел или тебя послал кто-то? С помощью. Что с помощью? Помогли мне прийти. Тебе помогли прийти. Кто тебе помог прийти? Люди? Вызывали. Закрывали его. А, вот как. Давай с этого и начнем тогда. Сколько находился эта накидка в его биополе? Накидка два года. А ты? А я три. А ты три года. Понятно. Значит, все, что связано с магией, это практически проходило через тебя, да? Любую магию кто-то выполняет. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Пока идет. Хорошо. От этой накидки выстраивай канал ко всем ответственным, которые связаны были с этой накидкой и призывом Сукуба. Один, два, три. Канал выстрелись и притягивай ответственных в клетку тюрьмы. Один, два, три. Стоят в клетке, где бы не находились. Заказчики и исполнители. Две женщины. Две женщины. Понятно. Хорошо. Две женщины. Имена свои назовите, чтобы я знал, как с вами разговаривать вообще. Они фантомные. Фантомные. Они как на экране. Хорошо выстраивай от этих фантомов каналы к тонким копиям и притягивай тонкие копии в клетку тюрьмы. Один, два, три. Да будет так, а такие стоят в клетке. Следы заметали. Но у исполнителя не так-то легко протянуть тонкую копию. Почему? У нее защиты. Хорошо. Ты видишь ее, исполнителя? Вижу. Если ты ее видишь, я могу сжечь защиту. Направляй. Я вижу образ. Образ. Хорошо. Давай. Она воздействовала на него. Значит, по-любому должна была остаться связь. Тогда я выстраиваю канал от Павла к этой женщине, которая связана была с его энергиями. Один, два, три. И притягиваю исполнителя в клетку тюрьмы. Где бы она ни находилась. В клетке, Гобби. Вот так вот. Ну что, попались? Ведьмы. Ревер закончился. Отлично. И на исполнителя направляю печать семи архангов, сжигая ее магическую защиту. На счет три. Один, два, три. Удар. Она с сущностями работает в нижних миров. С сущностями и сущими. Хорошо. У нее сильная защита. Мы ее не пробили? Пробили. Нет у нее защиты? Нет. Кем бы она ни работала. У нас есть на все оружие. Итак, у нас две эти. Заказчица и исполнителя. Имя свое назови. Считай имена. Они могут и не настоящими быть. Мне надо знать просто, как к ним обращаться. Они могут быть похожими на них. Пошли имена. Заказчица. Наташа. И исполнитель. Шура. Исполнитель Шура. Хорошо. Еще раз. Это могут быть и неродные имена, но похожи. Шура. Итак, Шура. Плохо с тобой выглядят дела сегодня. Как с реверсом, Вера? Реверс закончился. Отлично. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Павел забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили. Все, что они взяли до последней капли, возвращает Павел себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пока процесс идет, скэнер, просканируй Павла на полноту души. Сколько у него сейчас процентов? Пошел, скэн. 64 идет. 64 процента. Бо. Хорошо. Ждем окончания реверса. Считай цифру синего дракона над головой. 32, 14. 32, 14. Сколько ты находился в биополе, дракон? Год. Платы стоят? Где? Твои платы. В нем стоят. Понятно, хорошо. В доме стоят. И в доме стоят. Кто из всех из вас присутствует еще в доме? Мы сегодня и дом чистим. Без присутствует. Джин присутствует. Да, кто еще? Дракон. Есть. Понятно, хорошо. Ждем окончания реверса. А ты сними с рук у него этого. В завязанной руки. Что идет к этой накидке? Хорошо. Влад, разрежь эти веревки на руках. Отправляй их в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Реверс закончился. Отлично. Какой у нас бес? Считай цифры над головой у беса. 8. И джина цифры. 64, 13. 64, 13. Я смотрю, к нам золотой джин. Пожаловал. Да? Не до конца золотой. Почти золотой. Ну, можешь и не стать золотым. Богатый я. Ну, это еще вопрос. От меня ты не откупишься. А вот я в состоянии твоей челму твою забрать. И кольца, и серьги, и все, что у тебя есть. Даже твой сосуд с деньгами. И тогда ты не богат. А зачем ты ему жизнь мешал? Зачем ты портил ему жизнь? Зачем ты ему столько проблем сделал финансовых? И с работы. Будем разбираться. Просил тебя кто-то это делать или нет? Хорошо. Реверс закончился. Начинаем с вытаскивания. Все, что оставили. Даю команду. Значит, рискэнер. Сканируй, пожалуйста, Павла. Отключай конструкцию гуманоида. Все чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Отключается. Все выходит. И конструкция отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У него на голове конструкция. Скэнер все отключает. В глазах, да? У него как бинокль, да? В глаза. Как мы и говорили, да? Позвоночник, плечи. Вытащил. Выстраивая канал от Павла к этой конструкции, реверсом отдаю в нее всю негативную патогенную низкоабберационную энергию, которая пришла от этой конструкции. Пошел процесс. Готово. Устанавливай фильтр с золотой сеточкой на этот канал и в порядке реверса забирай. Все чистые, светлые, божественные энергии к нему назад из конструкции. Пошел процесс. Ему тепло возвращается. Человеческое тепло. То, что делает человека теплым. Понятно. Биоматериал, кровь. Он его опустошал. Гомоноид, ты опустошал Павла, я смотрю, да? Значит, ты так решил, что твоя безнаказанность тебе позволяет такие вещи делать, правильно? Это очень ценится. И стоит того. Я тебе сейчас покажу, что по-настоящему ценится. В моих руках появляется живая плазма. Вот. Вот это ты сегодня получишь в горло тебе засуну. Как только Павел скажет, я тебе этот шар с живой плазмой засуну в горло. И вместе с ним ты уйдешь на свою чистоту. Я требую правосудия. А Павел требовал тоже правосудия. Ты ему дал шанс. Это закон кармы. Я постепенно забирал. Он не чувствовал. И ты по чуть-чуть тоже будешь, ты тоже не почувствуешь, когда эта плазма с твоей ДНК начнет тебя сжирать. Если у тебя есть ценная информация, возможно, ты еще представишь какой-то интерес для других органов. Для меня лично нет. Поехали дальше. Ревер закончился. Значит, конструкции мы все забрали. Начинаем тогда с вытаскивания. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью. Возвращайся в клетку, докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит, хоть проводочек, хоть что-нибудь, он сгорит по каналу. Я вас предупредил. Дракон снял сердечные чакры платы. Хорошо, Суккуб. У тебя есть что в биополе? Как же. Выходи. Отключайся полностью. И возвращайся назад. Мне же его подарили. Так у тебя должен быть контракт на это. У тебя он есть? С ним нет. С ней, да. Ну так к ней иди. Если у тебя с ней контракт. Правда, после сегодняшнего дня у нее с памяти будут большие проблемы. Особенно с магической. Потому что я ей все и сотру. Контракт работает в обе стороны. Раз она забирает мой подарок. И я заберу свое. Твои отношения с этой ведьмой меня вообще не интересует. Ты можешь забирать у нее что угодно. Она тебя вызвала. И я у тебя сегодня все верну назад. И у тебя будет шанс ей отдать все, что ты хочешь. Но это не касается нас. Ты правильно понял. Он все снял. Отлично. Переходим дальше. У меня Сукубуди сильно нечего сказать. Он пришел, его вызвали. Это не его была инициатива. Итак, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль. Ничего не забывай. Отключайся полностью. Приступай. Кстати, Джин старался как мог облеплять его золотой энергией. Действия, которые он делал, могли привести его к заработку. Но очень много действий должен был потратить. Конструкция гуманоида его делала именно пустым и каким-то зависимым. Хорошо. Я принял эту информацию. Слабым. Пустошенным. А накидка делала невидимым. Джин забрался. Отлично. Хорошо. Бес, выходи, отключайся полностью. Ничего не забывай. Сколько ты находился в биополе, Бес? Четыре года. Хорошо. И Джина я еще не спросил. Сколько Джин находился? Джин пять лет сидел. Пять лет. Хорошо. Бес снял ноги, связывал. Ноги связывал. Хорошо. Бес, скажи, есть лярвы в биополе, Павла? У него есть лярвы, да. Ты хочешь их получить? Хочу. Я тебе разрешаю их забрать. Забирай и возвращайся назад. Ни живота лярва. У него негатив вниз ползал. Понятно. И вот эта слабость, которая делала его пустым и ведомым, вот пришло слово. Понятно. Снял. Хорошо. Отлично. Так. У нас, получается, все все забрали. Скэнер, просканируй. Сделай контрольную проверку. Осталось что-то еще в Павле или нет? Чистый, но души не хватает у него. Понятно. Считай, сколько сейчас полнота души после реверса? 82. 82. 82. Значит, еще 18% гуляет где-то в тех двух копиях. Отлично. Значит, я тогда сейчас открываю Бесу и Джину. Портал 1. Они пойдут в один портал. И Синему Дракону отдельный портал в квартиру. Все остальные пока останутся. Гуманоид и Суккуб. Будем разбираться дальше. И на счетре открывается портал в квартиру, в дом Павла. 1, 2, 3. И в этот портал уходит Бес и Джин. Собирает все, дожидается нас. Закрывая, печатая, растворяя. И открывая второй портал в дом Павла для Синего Дракона. Синий Дракон снимает все свои платы. Дожидается нас. Проверяем, отпускаем. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Значит, у нас осталась сейчас магия. Гуманоид и Суккуб. В принципе, нам гуманоид не нужен, Вера, да? Здесь. Нет. Хорошо. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Нам нужно только копии вернуть. Хорошо. Я даю команду. Стоп. Я даю команду. Выстраивает Павла прямой канал к его частичкам души. 1, 2, 3. И Павел силой своего намерения реверсом забирает все частички его души, которые находятся вне тела. 1, 2, 3. До 100%. Все возвращается назад. Пошел процесс. Посмотри на мониторе. Что там с этими копиями? У него два канала идет. А с одного 8%, с другого 10% возвращается. Да. Так и есть. И кроме души еще возвращается биоматериал. Копиямика гель скатывается на пол. Отлично. Где они находятся, не знаю. Я просто черное место вижу. Хорошо. Закончилось? Да. Скэнер, просканируй на полноту души Павла. 100%. 100%. Отлично. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Здесь я жду. Приветствую тебя. Прости, задержались. Гуманоид Сириус. Словец душ. 18% души вернули. Да нет, больше мы вернули. Там 64% было. Все по частям возвращали. Конструкция стоит в комнате. Требует справедливого разбирательства. Не захотел бы. Пойдем, разберемся. Там тебя выслушают. Забрали. Отлично. Конструкция осталась? Уничтожает, да. Открывая под ней портал в галактическое ядро, конструкция выходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Переходим к магии. Ну что ж, Павел, вы хотите магию вернуть назад? Не понял. Вы хотите вернуть магию тем, кто вам ее дал, черную магию? Вы хотите вернуть тем людям, которые на вас ее послали? Он не знает, как это возможно, но да. А я вам расскажу, как это возможно. Я все сделаю. И на 4 от Павел выстраивает каналы к заказчице и исполнительнице. 1, 2, 3. Каналы выстроились? Да, каналы выстроились. Отлично. И по этим каналам мы в течение одной минуты, вернее, Павел отдает весь негатив, который он получил от этой магии. Все его боли, все его переживания, все негативное, все патогенное в течение одной минуты за все эти годы возвращается в равной степени тем, кто делал эту магию, заказчику и исполнителю. На счет 3, 1, 2, 3. Пошел мощный поток. Все эти веревки, все, что они установили на Павла, устанавливается на них. Да, будет так, а так и есть. И пошел мощнейший откат. Они испытывают всю эту боль в течение одной минуты. Да, будет так, а так и есть. Там не боль, там разочарование, опустошение, душевная боль. Отлично. Вся душевная боль уходит туда. Этой Шури и этой Наташи, как они представились. Готово. Все, оделась на них, да? Да, оделась и вернулась. Все. Хорошо, Суккуб. У тебя больше ничего не осталось с этим человеком. Эти женщины, которые сейчас, я полагаю, ты с ними заключал контракт или с одной из них. И как ты будешь дальше с ними поступать, меня не интересует. Он разберется. Хорошо. Ты готов уходить? С нее он еще больше энергии возьмет, чем с него готов. Отлично, хорошо. А эта накидка, которую он установил, она была заказана или это Суккуб сам ее себе поставил от себя? Она была заказана, чтобы он его никто не видел, его дела не двигались. Это случилось после какого-то скандала этой Наташи, женой Павла. Это месть. Понятно, хорошо. Так что ж, Суккуб, тогда я, соответственно, я эту накидку одеваю на этого человека и накидка перемещается на эту женщину и активирую ее в полном объеме. Пошел процесс. Готово. Отлично, хорошо. Суккуб готов уходить? Готово. Открываю внизу портал против часовой стрелки на чистите Суккуба. Один, два, три. И Суккуб уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Хорошо. Все, маги у нас там разобрались. Я здесь подхожу к этой Шуре, которая исполнитель. Шура, ты меня видишь? Видит, да. Шура, ты сделала плохое дело. Законы кармы. Слышала о таком? Ответственна за свои деяния. Я тебе стираю сейчас память магическую. Вместе с этой Наташей. Достаю свой магический... Наташа просит снять накидку с нее. Наташа. Оставила ее заказчица, не она. Она лишь пожелала. Ты пожелала, ты и получила назад. Разные действия, мести. Хорошо. Оставила накидку заказчице. Она просит снять ее. Хорошо, спрашивай заказчицу. Шура, Шура. Слышишь меня? Слышит. Это Наташа, которая заказала у тебя. Она хочет, чтобы мы эту накидку одели на тебя. На кого ее одевать? Я могу тебе отдать, ты ей передашь. Или ты сама будешь в этой накидке стоять. Как ты хочешь. Шура выполнила свою задачу, но правильно будет отдать ей, так как ставила она, а сами пускай разбирается. Исполнителю. Все правильно. Хорошо. Снимаю с нее эту накидку и одеваю на эту Шуру. А Шура пусть сама уже дальше разбирается. Мы ей вернули уже все, а дальше исполнитель. Вот. С Наташей снимаю и отдаю Шуре. Готово. Хорошо. Подхожу, достаю магическое кольцо, перстень и стираю память и заказчику-исполнителю. Вся магическая память стерта. Наташа страшна. Она говорит, что какой страшный сон. А как тебя зовут? Больше я не пойду к этой Шуре. А ты уже пришла к ней. Она рядышком стоит с тобой. А то затянет меня куда-нибудь. Уже затянула. Ты уже заключила контракт. Так что тебя ожидают очень интересные времена. Память стерта, Вера? Да. Отлично. Хорошо. Все. Буду отпускать. Пусть дальше сами разбирается. И открывается сейчас. Открывая портал на чистоте исполнительницы этой Шуры. 1, 2, 3. И она уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. И открываем портал на чистоте этой Наташи. Наташа ожидает веселые деньки. И она уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали дальше. Готово. Хорошо, Павел. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Энергии много во мне. Они как лучи. Пересекают все мое тело. Наполненность другая. Стопроцентным себя ощущаю. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Наш администратор перешлет вам рекомендации после этого сеанса и текст манифеста для того, чтобы вы дальше работали над собой. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Павла в его систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу каждой клеточки, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует...